В области продолжается реализация проекта «Управдом», в рамках которого студенты саратовских вузов, будущие юристы, оказывают помощь жителям в вопросах жилищно-коммунальной сферы. Координатором проекта является депутат Саратовской областной думы Павел Большеданов, который на протяжении многих лет курирует коммунальный сектор. Он проводит со студентами семинары, направленные на объяснение и решение проблем, связанных с системой ЖКХ. Неправильно рассчитанные платежи по тарифам, двойные и даже тройные платежки, ремонт и содержание территории общего пользования, начисление по содержанию жилья и оказанию услуг – вот далеко не полный перечень вопросов, о которых будущим юристам рассказывает профессионал. За все время реализации проекта на его горячую линию уже поступили десятки жалоб от жителей. Чтобы теория подкреплялась практикой, каждый конкретный адрес закрепляется за двумя студентами, которые под контролем юристов проекта ведут свою коммунальную тяжбу. Пример – один из домов по улице 2-я Садовая. Мы видим два председателя ТСЖ, и, соответственно, люди попали в такую ситуацию, что они должны из своих собственных карманов оплачивать содержание как одного ТСЖ, так и другого. Необходимо обращаться в высшие органы, в высшие должностные лица. Если эти органы не реагируют, то, соответственно, выше, дальше и решать свою проблему, я думаю, мы сможем им помочь в этом вопросе. С помощью проекта удалось решить ряд проблем. Так, в одном из районов области газоуправляющая компания целый год собирала жителей деньги без заключения договоров, а поставки газа шли с перебоями. После вмешательства юристов проекта и судебных разбирательств, проблему с газоснабжением удалось решить в пользу жителей, у которых теперь есть четко прописанный договор. По мнению координатора проекта, его дальнейшая реализация поможет не только жителям решать наболевшие проблемы, но и подготовить юристов, разбирающихся в запутанных вопросах коммунальной сферы. Люди не всегда юридически подготовленные, не знают выхода из них. Поэтому нужны такие, скажем так, волонтеры, которые на первых порах, может быть, на общественных началах могли оказывать какие-то юридические консультации. А потом, я уверен, что жильцы этих домов обязательно примут этих молодых студентов, выпускников вузов на управление этими домами, этими ТСЖ, управляющими компаниями. Александр Лысухин, Александр Шевченко, Алла Хрунова, Вести Саратов.